Я просто уверен в том, что тот час, когда мы снова будем вместе и вот эти все угрозы, которые сейчас делает англосаксонская клика, заставляя в том числе Европу, европейцев, верить в то, что русские на них нападут, вот это все пойдет в обратную сторону. Да что на них нападать, сжечь их просто к чертовой матери, все, тупых идиотов. По-моему, отличная идея. Я вообще считаю, что прекрасным было предложение Мерзери Тейлор Грин, в частности, обращенное к ее коллегам по Конгрессу, что вся сволота, которая проголосовала за пакет украинцам, чтобы они отправились туда повоевать. Я, кстати, считаю, что это отличная идея. Вы любите рыбалку, Владимир Владимирович? Любите рыбалку? Нет. Ну, вы рыбачили когда-то? Нет. Ладно. Прости, но я... Ну, неважно, хорошо. Если бы я хотел, понимаешь, если бы я хотел пить, я бы мог пить и в более комфортных условиях. Любого рыбака, когда он на рыбалке, да, и пытается поймать рыбу, его не интересует любая червячка, который на крючке. А-а-а. Понимаете? Вот Зеленский – это червячок в руках Запада, который пытается в виде нас поймать очень крупную рыбу. Я не знаю, что еще должны сделать Соединенные Штаты. Вот сейчас они конфисковали, украли наши деньги, да? Это чтобы мы просто поняли, что мы воюем с Америкой. Мы воюем с Соединенными Штатами. Что они должны еще сделать? Он этот червячок на этом крючке. И судьба его понятна. Судьба его понятна. Он в любом случае сдохнет. Рыба-то не попадется, а червячок все равно, так сказать, рыба червячка склюет и с крючка спрыгнет. Вот так вот, так сказать, вот такой результат будет и их рыбалке. Понимаете, они же сидят в американском конгрессе. Вот эта вот мерзость эта, длится Грэм. Я не могу, понимаете, я не знаю. Если бы я его встретил, я бы ему голову скрутил бы за секунд. Мерзость просто. Я даже спокойно не могу смотреть на него. Тех американских сенаторов, которые выходят рассуждая, что они будут с нами делать. Как они, какая судьба нас ждет. Понимаете? Господь Бог в лице Америки. Они судьбы определяют. Вы думаете о том, что с вами произойдет? Вы думаете, чем вы закончите? Ну, чем закончите? То, что вы, Игорь, будете в лодке рыбачить в проливе имени товарища Сталина. Ну, если Родина прикажет... И говорить, ой, что это цепляется? Это же факел статуи свободы мешает, да? Ну, вот если Родина прикажет, и там будем рыбачить. И очень надеюсь, что, так сказать, до этого, ну, образно, опять-таки, до этого... Я не думаю, что мы дойдем до пролива товарища Сталина, но по Европе мы прогуляемся от Вольного. Поэтому у меня уже сомнений никаких нет. И я сегодня... Всегда оставляйте людям выбор. Ну, выбор есть. Посейдон или Сармат. Молодец. Выбор? Мы же с вами уже это обсуждали. Мы демократы. Мы всегда даем людям выбор. Всегда надо контролить. Вначале Посейдон, потом Сармат. Я, да, сегодня Аптелла Удинов сделал заявление такое, как бы, о том, что, по его мнению, СВО закончится в 30-м году. Ну, я понимаю, так сказать, он имел в виду общее СВО, не на Украине, а общее. То есть, я, так сказать, не знаю, в 30-м, не в 30-м, но то, что этот процесс будет небыстрый, я с ним тут абсолютно согласен. То есть, нас ждет сложная борьба. Нас ждет сложная борьба. Запад, он не отступит. Они уже, так сказать, все. Они сожгли все мосты. И тут будет какая-то платформа для говоренностей. Ну, по крайней мере, пока они не просматриваются. Я вот для себя сегодня дал ответ. Знаете, не сегодня там вот на днях сидел, пытался так сказать, да, мы боремся с нацистами, мы боремся там с Западом, мы боремся. За что мы все-таки боремся? Вот я для себя, я дал простой ответ, да. Мы боремся, мы сражаемся за право оставаться людьми. За право оставаться людьми. Не бездуховными тварями, без рода и без племени, и уже без пола, как они. А за право быть простыми, нормальными людьми. Вот за это мы и сражаемся.